Здравствуй, друг! Еще раз прочитай, пожалуйста, название данного ролика. И осознай, что это не рулетка. Это реакция на чат-рулетку. И это не Евгения канал, не Руслана, не Михаила и не другого какого-то блогера. Это, блин, мой ролик. Пойми уже, наконец. И комментатор — это отдельная профессия, которая подразумевает под собой отдельный вид искусства. Есть комментаторы футбольные, боксерских поединков, там еще чего-нибудь люди комментируют. А я комментирую чат-рулетку. А теперь иди и напиши в комментариях, а что это за хрен в углу всех перебивает? Напиши. Друг, напиши, а потом обратись к психиатру, потому что это запускать нельзя. Это беда. Ну, а остальным приятного просмотра. Добрый день. Добрый день. Как вы? По-разному. Если что-то конкретно интересует, спрашивайте. Не, вообще так. Ну, вообще в целом все в порядке. Прерывается звук. Извините еще раз. Пока веду, что слышно. Или вы как к нему относитесь? Он есть, нет? Слушайте, говорят, что есть. В свое время, год назад я прививался. Сейчас подходит. Как в анекдоте будет. У вас спид есть? Скажу, говорит, есть, попросит. Скажу, нет, скажет, деревня. Есть, но мало. А чем, коль не секрет? Ну, спутником лайт. Однокомпонентная там прививка один раз. После прививки не было симптомов. Разно. Что его нету. Лукашенко же не раз. Лукашенко же не раз кричал. А вы его видите? Лукашенко, вы знаете, не специалист в этой области. Я предпочитаю. Он вообще ни в какой области не специалист. Ну как, в вопросах управления государством большой специалист. Не, где? Ну, находиться. Картошку сожрать, ну вы что? Ну это ж. Ну как, ну вы что? А он думает, президент, это такое, знаешь, сидишь, а оно само работает. Он думает, ну а что это, президентом, что это, картошку посадил, это усы причесал, и страна сама работает. Сама, 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 сама. Президенту это вообще, да бросьте какое. Что я кому на, что вы? Дело не вы что, а руководить страной больше 20 лет, да еще удержать целостность страны, вот, перевести страну с коммунистического пути на более капиталистический, все-таки, ну, работает же система. Так у них колхозы. Ну и что? Они же эффективно работают. У них сельское хозяйство, я от того родственник. Вам бы в Украине пример бы взять с них? Белорусы, белорусы голодают, не голодают. Продуктами питания обеспечивают практически себя полностью. А какая страна голодает? Ну, многие страны, многие страны вынуждены закупать продовольствие. Ну да, мы знаем. В некоторых видах. Вида, да. В страны, вот зерновая года у нас была. Нас обстреливают, половину там разбили, и застреливают, ну, мины, знаете, убор. Это где такое происходит? Ну, в Украине, я имею в виду. А, ну, есть такое дело, военный конфликт. И мы все равно, ну, Эрдоган, да, он там топил за эту зерновую угоду, Турция, они вообще, ну... Нас, говорит, обстреливают, а мы все равно зерно. Дядь, вы зерно-то прошлогоднее сейчас продаете? Урожаи те, которые до военных действий были? Посмотрим, что через год будете поставлять. Очень, кстати, вот очень интересная ситуация, реально. Что будете поставлять? Знаете, у нас как бы зерна не очень. У нас вот навоз есть. Навоз надо вам? Навоз. Ну, как навоз? У нас говно, в принципе, по-человечески, если сказать. Навоза тоже не очень много. А говно у нас есть. Будете? И сало. Никому не надо. Там никому. Никто говно не жрет. Только мы. Блядь, не получилось. Ну, ладно, сами сожрем. Тогда ладно, че. Похаваем зато. Они все продают. Украина, Украина, она была всегда экспортером зерновых. Вот, поэтому без доли экспорта зерновых из Украины во многих странах мира были бы проблемы. Поэтому это необходимо. Россия тоже поставляет зерно. И, кстати, по пшенице является на первом месте по экспорту пшеницы России находится. Мы не видали. За исключением того, что она украла. Херсонская, Запорожская. Насчет чего там украла? Где, где? И Харкас. Ну, зерна очень украли много. А, это... Зерна очень много украли. Как можно у себя что-то украсть? Вот сидишь такой дома, сидишь такой. Че бы спиздить. Блядь. Водичку себе спизжу. А, это же моя, блядь, сука. Тогда не считается. Это фейки... Даже с баржами вместе. Вместе с баржами. Это фейки украинской пропаганды, да, я слышал. Еще говорят... И на баржах, и на баржах эти туалеты были. На баржах еще были эти унитазы. Тоже унитазы вместе с баржами, вместе с зерном. Все своровали. Все. Главное, вот зерно потом просто выкинули. А унитазы, унитазы продали в Турцию. За бешеные деньги. Да, потому что унитазов ни у кого нет. Только на Украине. Все правильно. Все правильно. Можно я договорю, а вы потом скажете, я вас выслушаю. Еще многие говорят, что воруют унитазы, стиральные машины и очень любят шоколадную пасту Нутелла воровать. Это тоже рассказывали многие, да? Нет, это не рассказывали, это показывали. Нет, это фейк. Ваши солдаты в Телеграм-каналах снимают и выкладывают в ТикТоках. Нет, что снимают они? Они снимают в ТикТоках, как они Нутеллу намазывают на унитаз. Нутеллу на унитаз намазывают. Потом унитаз ставят в микроволновку. Микроволновку кладут в стиральную машинку. Все это включается одновременно. И через 15 минут получается уникальное блюдо. Называется хуйня. Очень вкусно. Кстати, они через белорусские сайты. Город Мозырь, Гомель. Как та служба ваша доставки называется? Не помню. Странно. Вы знаете, нет, у нас Почта России называется. Как? Да, но что, у нас... У нас Почта России называется. Как? Почта России у нас называется. Как? Как? Ну, Почта России у нас... Как называется? Называется Почта России. Приколись. Почта России называется, так и называется. Не, как-то она Дэ. Дэ, Дэ, что-то там как-то. Слушайте, ну, есть различные сервисы. Дэйчелл, это не наш. Вот, в том числе и отправок, да, и почтовых. Но дело в том, что, вы знаете, как вы думаете, вот, украинские средства массовой информации много рассказывали о том, что воруют унитазы, например. А зачем их, а зачем их воруют? Как, как, как вы думаете? Для красоты. Чтобы ветром не уносило. У нас солдаты просто, они очень легкие. Они, когда идут, их ветром... И чтоб их ветром не сдувало, они такие, ну, а что делать? Ветром сдувает, не жрем, нихуя, это уже... Ветер... Дай что-нибудь тяжеленькое. Дай, что там есть? Унитаз? О, дай сюда. Дай унитаз. Хоп, на голову. О, нормально, не сдувает. Ништяк. Берем унитазы, пацаны. Каждый по унитазу и вперед. Может, интернет ты себе проведешь европейский, а? Сидит, европоэт. Унитазы у него украли. Интернет у тебя украли, походу. Вместо унитаза. Причем, интернет украл у тебя этот, Зеленский. Луфтер-фобия, как-то, болезнь, я не... Клиптомания, да? А, немножко звук пропадал. Ну, то есть, вы считаете, что это ради болезни можно взять тяжелый унитаз? Он же достаточно тяжелый. Вы когда-нибудь покупали в магазине унитазы, да? Ну, да, конечно. Ну, достаточно тяжелый, да? И переть его зачем-то ради... Ну, 30 килограмм пусть будет. Он стоит недорого, по-моему, около 100 долларов. Ну, в среднем, да? Ну, обычная модель такая, недорогая. Ну, надо. Да. Я думаю, что на Украине там стоят чуть подешевле, чем за 100 долларов. Ну, то... Ну, ладно. Российские военнослужащие, контрактники, они получают около 2000 долларов. Вот. Поэтому, ну, воровать... В смысле, алло? Они получают 3000 долларов? Тяжелый 30-килограммовый унитаз, который стоит 100 долларов, который применить нельзя. Вы же знаете, что канализации в России нет, поэтому зачем унитаз тащить в Россию, чтобы его, что, в поле поставить? Ну, глупо же. Я не знаю. Стиральные машинки везли, то... Стиральные везли. Если даже магниты из холодильников снимали. Магниты из холодильников снимали. Слушайте, ну, я, я, я очень, да, так скажем, с осторожностью... Трусы, трусы, трусы. Ладно, магниты, трусы воровали. Кружевные, европейские, заднеприводные трусы воровали. Конечно. Потому что трусы что? Правильно. Самая теплая сейчас одежда зимой. Поэтому трусы воровали. Они же зимой, началось все в феврале. Было холодно. Поэтому трусы воровали, чтобы согреться. Трусы, когда одеваешь поверх штанов, они греют очень сильно. Я серьезно говорю, так и было. Не, я понимаю. Вам обидно. Но я не сказал, что это все. Я говорю, что я очень... Это, по-моему, туда, знаете, не прод... Да, я очень с осторожностью отношусь... Да, еще раз говорю вам. Я очень с осторожностью отношусь к таким заявлениям. Например, много говорили ваши эти омбудсмены по правам человека, по правам детей, что насиловали женщин и детей. А потом за то, что доказать не смогли ни одного случая. Нет, это не из-за того. Например... Ее сняли из-за того, что она раскрыла имя и фамилию. Ну, как бы нельзя это делать. Ее сняли за то, что она сказала, кто конкретно изнасиловал. А это нельзя. Потому что россиян нельзя обличать в их... В их вот этих преступлениях. Нет, вы что, это... И за это ее, конечно же, уволили. Она прям в список фамилий, как дала... Номиротворец. А то незаконно в Украине, конечно же. Вы что, поэтому ее и уволили. Нет, официальная формулировка за то, что Денисова распространяла слухи о насилии. Это вам так рассказали. Это вам так рассказали. Это же украинское телевидение рассказало. Могу включить, вам хотите послушать? Хорошо. Суд в Гаге был или не был? В Гаге опять. В Гагу? Чего хватит лазить в Леди Гагу эту? Она уже устала, бедолага, икать там. Хватит в нее лазить. Суд какой? В Гаге. Который сбили. Опять еще раз пропадал. Суд в Гаге. Самолет, который сбили, помните? Да, да. Суд не доказал, что они сбили, да? Смешно. Смешно. Это у вас так сказали. А весь мир чего-то знает, что Гиркину... А Гиркин сам сказал, мне же Гага. Четыре человека виновны. Одного оправдали, русского, кстати. Ну, вы знаете, там четыре человека обвинялись. А вы обвинялись и не доказано, да, получается? Я в курсе. Нет, дело в том, что суд принял такое решение, а доказательства... Ну, о том, что они виновны в причастности, они... Доказана их причастность. То есть, что конкретно они сбивали, не доказано. Вот. Доказано, что они причастны. Вот. А каждого роли неизвестно суду. Но дело в том, что суд голландский, да, это уголовный суд Голландии, это не международный суд... Международный трибунал. Нет, это не международный трибунал, вы ошибаетесь. Вы можете посмотреть это... Мы все ошибаемся. А можете сейчас в интернет зайти? Это голландский уголовный суд. Дело в том, что международный трибунал, он не применяет решение к частным лицам. А это судились именно частные лица, не имеющие там отношения... Нет, это террористы. Ну, террористами их тоже никто не признал. Россия... Как? Что еще раз? Радбез ООН принял резолюцию. О, еще резолюцию сейчас будем вспоминать, которые не обязательны и никому не нужны. Сейчас я резолюцию запущу, будешь с ней бегать потом по всей рулетке. Совбез нет, не принимал. Я являюсь спонсором терроризма. Нет, не принимал. Тоже не примет. А можете сказать, когда это было? Ну, назовите заседание... Пяти минуты. Заседание Совета Безопасности ООН. Можете сказать, когда? Проверьте в интернете. Вы сейчас... Я по числам не ориентируюсь. По буквам ориентируюсь. Б, В, И, Ж, Г, З, Май, Г, Май. Ну, по буквам ориентируюсь. По числам не очень. Математика, москальская наука, отвалите. Давайте про буквы. Вы можете проверить, вы ошибаетесь. Это парламентская ассамблея НАТО приняла такое решение. И Совет Европы принял такое решение. На уровне Организации Объединенных Наций таких решений не было. Тем более Совета Безопасности ООН. Так что вы ошибаетесь в очередной раз. Ну, какой очередной раз. Я могу ошибаться. Потому что если я не буду ошибаться, я тогда... Ну, естественно. Вы меня захотите потом вместе Путина, понимаете? Я хочу вам посоветовать... Затем мне рисковать. Я хочу вам посоветовать просто получше разбираться в вопросах. Вы даете утверждение. Ну, например, вот по поводу признания России страной террористом или спонсором терроризма. Нет таких решений на уровне ООН. Ну, значит будет, да. Ну, значит будет, да. Значит будет, да. А сейчас позвоню. Секунду. Секунду. Урсула? 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 Шлюха? Фондер Шлюх? Как там тебя? Урсула? Завтра надо принять. В смысле, кто звонит? Это я, Мэкола, с Днепра. В смысле нахуй пошел? Ты что, дура? Бля, я Зеленскому позвоню. Охуел у меня не слушать. Я украинец. А те решения, которые принимают там парламент Европы, НАТО, это их частное дело. Они могут принимать все, что хотят. Вам же все равно, что примет Австралия по поводу Украины. Они сами соберутся, скажут, что Украина это не Украина. Вы будете на это реагировать? Ну да, нас же поддерживают 199 стран мира. 199 стран поддерживают из 193. Нас, сука, получит, съешь. Пал. Из 193, 199. Арестович, что сказал? Правильно. Ну, что-то не совпадает. Ну, короче, неважно. 199 из 193 поддерживают. Мы с запасом, короче, берем. Кто вам такую сказал? Ну, они. Кто вам сказал? Они. Все. Пришли такие. Микола, 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 смотри, а что? Отчитываемся, отчитываемся. И мы из Зимбабве. Запиши нас. Мы... Да, мы против. Записал? Все, хорошо. Алло, это макарон. Мы тоже против. Запиши. Записал? Записал. Это, Шольц, ты это... Запиши. Ты долбоеб. Да. Ты долбоеб. Угу. 199, это больше, чем 193. Да. Угу. Москальская наука, я понял. Все. И больше рот свой не открывай. Павел? Жри сало. Все, давай. Это где... Какое решение вы... Где можно посмотреть? Ну, это последнее голосование на том же ООН. Ну, есть резолюции Генассамблеи ООН, да? Вот они принимаются. И что за резолюцию? Там 190 стран поддержали. 199. Ну, я дословно не помню. А зачем говорите тогда? Да, вот. Дословно не помню. Что-то там про... Значит, что-то... Это было там, значит, Нутелла, унитаз, космос, Вайден, шнурки, сало... Машина. Что-то там... И что-то еще... Украина. И, по-моему, что-то Китай. И что-то... И все, что-то... Что-то такое было. 199 проголосовало из 193. Ну, что-то такое. Ну, то есть, было заседание... Было заседание ОООН, где сказали, давайте проголосуем, кто поддерживает Украину. Как? Было такое? Не-не. Они... Ну... Это же Европа. Они же толерантны. Не, вы про ОООН сказали 190 стран. Согласны оказывать помощь Украине в борьбе с страной-агрессором. Ну, давайте, давайте задам вопрос вам. Сколько стран... Сколько стран входит в организацию? Нам поставляют. Сколько? Если они нам поставляют... Смотрите, если страна нам поставляет оружие, это помощь или поддержка? Поддержка, поддержка, конечно, поддержка. Но 190 стран вам не поставляет оружие. Больше. Еще инопланетяне прилетели. Прилетели. Вы думаете, что, нам только с Земли страны помогают? Вы что, ошибаетесь? Вообще-то на Луне еще там 15 стран нам помогают. На Марсе 23 страны нам помогают. И с Юпитера. Там вообще, кстати, непонятно, как живут. Но оттуда тоже 18 стран нам присылают оружие. Так что, извините, больше 190. Там под косарек где-то примерно плюс-минус. 190 тоже мне начинается здесь. А сколько всего стран в ООН входит? Ну, вместе с Луной, Юпитером и Марсом? Ну, под косарь где-то, да, примерно так. Ну, нет, там, ну, 800. 200 с чем-то. 200 с чем-то. Ну, по-моему. 200. 200 и 190 из них поставляют оружие. Давайте так. Китай вам поставляет оружие? Да. Я вчера на Алиэкспресс пистолет заказал. Водяной. Шо? Съел? Нам китайцы пистолеты поставляют. Смотри, какой пистолет у меня есть. Смотри. С Китая. Видал пеколь какой? Бл***ь. Им можно глаз выколоть. Чо? Нам китайцы поставляют. Вот такие, вот такой пистолет. Вот он вот, вот так вот, тыщ-тыщ-тыщ. Стреляет вот так вот. Нам китайцы оружие вот столько поставляют. У меня у ребенка нож. Пенопластовый с Алиэкспресс. Бл***ь, ножом всех режет. Дроны. Китай, дроны. Вы бредите? Дроны. Мавики поставляют нам. Знали? Вы бредите? Бесплатно. Чего? Дроны. Ну, на какой? Дроны. Давайте. Да, на какой дрон Китай вам поставил? На Китай. Гуманную вот. Что? Не, то, что ваши волонтеры покупают на Алиэкспресс, это не помощь страны. Не-не-не. То частное, то мы частников не будем. А государство Китая? Китай выделяет нам продукцию питания. Это какую? Вот это нормально Остапа понесло, б***ь. Как говорится, продукты питания. Палочки рисовые вам, да? Присылают. А, это суши. Там, что там еще? Ну, это, правда, японское, по-моему. Нет? Что вам из Китая там могут присылать? Какую еду им присылают? А, ВОГ, ВОГ. ВОГи присылают. В ресторан вчера ходил, в китайский ВОГ, там это, вермишель туда и сюда, это же китайцы. Ну, они же нам поставляют. Ну, мы как бы за это деньги платим, но они же нам поставляют. Да? Поэтому Китай нам поставляет продукты питания. Рис и вермишель. А вы сами не можете себе обеспечить питанием? Можем. Ну, вот российская ракета прилетела, и у нас ангар с зерном сгорел полностью. То есть, зерно Китай вам поставили? Они говорят, раз фашиста уничтожила, мы поможем. Раз фашисты мы уничтожили овощи зерно, мы обязательно помоем. Спасибо, возьмите, пожалуйста, кушать. Кушать возьмите, возьмите дрон, возьмите рис, возьмите лапшу. Все, мы вам все послали. Спасибо большое. Деньги, сука, сюда давай. Быстро. Китай, зерно вам поставляй. Ну, не только зерно, продукты питания. Ну, а зерно-то кто вам поставляет? Зерно у нас есть, у нас хватает. Ну, хорошо, ладно, давайте скажите мне хотя бы один продукт питания, который поставляет вам Китай. Гречка. Сука, хотя бы рис скасал, блядь. Гречка. Ну, в Китае гречки вообще завались, на самом деле, если что. Если кто не знал, вы думаете, почему в Китае только рис жрут? Почему и репу? Потому что вся гречка, она уходит на Украину. Они поэтому сами гречку не жрут, потому что все туда уходят. Так у них гречки вообще, они первые в мире по гречке. Просто ну-ка, да, они жрать не успевают, у нее рис жрут постоянно. А гречка вся... Это серьезное заявление. Вы знаете, что Китай не выращивает гречку? Украина ее тоже. Очень малых количеств. А зачем вам она? Ну, свиньи кормить надо. Ну, вообще гречиху больше всего в мире выращивает Россию. Думаете, что Россия нам дает гречку? Нет, я не думаю. Я думаю, что вы просто начинаете придумывать про Китай. А зачем? Не могу понять, зачем. Потому что профессия такая. Пэз до... Здравствуйте. Я захожу в Китай. Что заходите? Я захожу в интернет, и у меня нету ничего. Поэтому гречка она из Китая. Я когда набираю, кто поставщик гречки, у меня интернет хоп, и все, и больше ничего нет. Я понимаю, что значит из Китая. Ну, потому что интернет китайский. Ну, в магазин захожу, зашел в маркет. А, если трусы у вас из Китая, это не значит, что Китай вам помогает. Вы думаете, что мы могли украсть? Если в магазине, если в магазине лежит что-то китайское, это значит, Китай бесплатно нам отдает. А то, что оно в магазине бесплатно потом продается за деньги, это уже просто у нас тут долбоебы твари живут. А так Китай нам помогает. Да. Нам Китай все поставляет. Он айфоны китайские, видели? Китай поставляет нам. Правда, купил я его сам, но Китай нам поставляет. Да. Нет, просто это бизнес, коммерсанты закупают, платят денежку точно так же. Ну, понятно. Да. Разрешение же должно быть на торговлю. Ну, тогда вы знаете, что... Разрешение это и есть помощь. Понимаете? Китай на них зарабатывает, это значит, что он им помогает. То он им помогает. Понимаете? Вы когда приходите в магазин, хотите купить хлеба, подходите на кассу, раз полтишок выкладываете, берете хлеб, вы такие, ой, спасибо вам, помогли мне. Вот магазин хороший, помогает мне. Хлебушек мне разрешает у них покупать. Спасибо большое, магазин. Еще обязательно приду. Тогда я вам скажу, что Россия тоже за вас. Она тоже вам помогает. Знаете, почему? А я что? Разве я сказал, что нет? Все вам помогают. Сколько ленд-лиз это из России? Сколько техники? Ну, правда, это говно, а не техника. Я вам не про технику. Один хаймерс, это, ой, америкосы вот эти. Дед, ну ты аж прям, мне кажется, у тебя аж привстал сейчас при слове хаймерс, да? Есть немножко такое? Чуть-чуть? Ну, взволновалась, да, чуть-чуть? Червячок там немножечко, вот так немножечко поднапрягся, да? А что он делает хаймерс? Все, весь мир нахуй в труху. Один хаймерс, один хаймерс минус город. Пятимиллионный, прям наглухо. Это вообще вещь, один и все, и наглухо. Прям раз по мосту въебали, все, две дырки в мосту. Прям один хаймерс и две дырки в мосту сразу. Вообще легко, понятно, какую? Такую хаймерс, блядь, дырки в мосту может делать. Ой, а он как прилетает в вашем городе. Куда прилетал в последний раз? Ну, как-то в Лисичанск. Я слышал, я слышал, Лисичанск, слушайте, интересно. Я слышал, что есть еще у вас такие волшебные штуки, называются эти, как их там, байрактары, во, кстати. А когда последний раз... Это не нахуй турецкие. Ну, совместное предприятие, да. А когда совместное предприятие? Вы смотрите, они делают, да? У нас совместное предприятие. Мы сидим, смотрим, они делают. Ба-бать, мы совместные, конечно, пацаны. Давай-давай, он там, крути гаечку. Крути-крути. Ну, у нас совместное предприятие, между прочим. Так что давай, работай, пока я смотрю. У нас завод угостроен. Я знаю, знаю. А когда байрактар последний раз взлетал у вас? Вчера. Последний раз? Вчера. Ну, месяцев пять назад. Не-не, ну, вчера. Ну, когда, да, когда вы начинали... Когда вы еще наступали, да. Понятно. А сейчас, как бы, нету в них большой вот такой... Необходимости. Потому что у вас колонн таких нету уже. Конечно, нету колонн, да. Вообще ничего нет. Там вообще нету. Там вообще минус 500 тысяч человек уже. Вы что, не считали, что ли? Зачем? Сейчас барактары не нужны. У вас там воюют минус 50 тысяч человек. Техники нету. Да, и китай... Да. И техники... Что вам сказать? Продолжайте кушать китайскую гречку. Вот. Не-не, мы свиней. У нас же пленных. Пленных русских очень много. Мы их... Очень много. Очень много пленных русских. Очень много. Ну, человек 300 тысяч примерно. Мы их кормим все гречкой. Закупаем в Китае гречку. Закупаем бесплатно. Чтобы кормить этой гречкой 300 тысяч российских пленных. Да. А один хаммерс потом весь Китай уничтожает. И мы гречку бесплатно забираем. Запиздился, да? Извините. Их кормим. Вы же сказали, что заходите в супермаркет, и там гречка. Причем здесь свиньи. Вы из продуктами супермаркета свиней кормите? Вы хотите, чтобы мы отбирали? Мы же не оккупанты. Покупаем, а потом кормим свиней. Давайте так. Или как? А комбикорма как? Покупаются? Или надо своровать? Нет. Русские все время воровать все. Воровать, воровать. Енота взяли и своровали даже. Енота своровали. Прям в микроволновке. Вместе со стиралкой и в трусах. И с банкой нутеллы за пазухой. Такой енот был. Ты что, мама огонь. Павел, он сидел, ел нутеллу в микроволновке. В микроволновке ел нутеллу. А она была в этой, в стиралке. Наши пацаны взяли стиралку, приносят, давай стирать. Там микроволновка. Они такие, о, давай что-нибудь приготовим. Хуяк, а там енот. Нутеллу жрет. Ну, они ему вискаря налили. Нутеллу отобрали. Теперь все живут вместе. Нормальный парень. Не, ребята, енот от вас сам ушел. Как Крым, как ЛНР, как ДНР, как Херсонская и Запорожья области. Не грустите. Не завидуйте еноту. Он правильный выбор сделал. И он, в отличие от тебя, сидит, сейчас вкусненько кушает. И все у него хорошо. И мозги у него, главное, на месте. В отличие от некоторых. Кому-то, конечно, надо бы это, витаминчики-то попить. Походу, авитаминоз все-таки напал. Йодом помашь на лбу. Йода дефицитный.